Я занимаюсь составлением плана рва и вала, среза, точнее, рва и вала, который здесь мы уже видели. Мои однокурсники помогают мне в этом. Студентка Новосибирского гуманитарного института Анастасия Галенкова одна из первых может прикоснуться к тому, что осталась от средневековой крепости. Она даже не подозревала, что Юг Сибири хранит столько тайн и загадок. В Краснотуранском районе девушка на практике. Мы проводили даже нечто вроде попытки перебраться через этот ров и вал. И это действительно очень сложно. И это впечатляет, действительно впечатляет. И когда ты этим занимаешься, понимаешь, что вносишь вклад какой-то в развитие истории и в развитие этого региона в целом. На горе Унюк в Краснотуранском районе сейчас работают археологи из Новосибирска. Это группа из 15 студентов. Они проходят практику после окончания первого курса. Руководит экспедицией заведующей лабораторией гуманитарных исследований НГУ Сергей Скобелев. Он утверждает, что вдоль правобережья Енисея Кыргызы оставили систему горных укреплённых сооружений. До недавнего времени были известны лишь немногие. Теперь их число пополнили ещё две крепости. Одна на горе Туран, которая нигде не была в источниках описана. И второе – это укреплённый лагерь Алтенхана 1652 года, когда он на этом месте осаждал находящегося в этой крепости, лежащий перед нами, своего племянника Мерген Тайшу, с которым он вступил в конфликт. Противостояние на горе Унюк, отмечает Сергей Скобелев, закончилось миром. Впрочем, сами Кыргызы были народом крайне воинственным. В Минусинскую котловину они пришли ещё в VI веке нашей эры. А уже в VIII веке создали первое на этой территории централизованное государство, которое могло поспорить с многими степными цивилизациями. В период Великодержавия их империя занимала, кроме юга Красноярского края, территорию Тывы, Алтая и часть Монголии. Кыргызы были отличными металлургами и производили оружие, которое поставляли в Китай, Тибет и Уйгурский Каганат. Это весьма высокоразвитая культура, своеобразная в каких-то аспектах, в каких-то аспектах похожая, соответственно, на то, что окружало их, то есть это степные цивилизации, как я уже говорил. Опять же стоит упомянуть, что это первая культура, которая обладала письменностью, так называемая руническая письменность. Новая находка на горе Унюк, считают археологи, позволит по-новому взглянуть на всю систему фортификации Кыргызского Каганата. Сейчас предстоит провести паспортизацию объекта, чтобы можно было начать раскопки. Кроме того, новосибирские учёные планируют посетить ещё один объект в Краснотуранском районе. Есть сведения о крепости на горе Синее, расположенной на северном берегу Сыдинского залива. Артём Ахальников, Станислав Беркий. Новости.